Иерусалим – самая красивая столица в мире. Старинное прошлое находится в каждом уголке. Башни, камни, купола. Но что насчет обычных людей, которые там живут? На улицах и переулках. Люди, которые делают Иерусалим волшебным. Ты можешь быть официальным послом Меа Шиарим? Не дай бог, нет. Я говорю тебе, я человек уединения. То, что происходит здесь, мне сильно раздражает. Но это для святости, так что все в порядке. Меня зовут Ариэль Янифхаор Пейн. У меня было прекрасное детство. Мой отец был офицером полиции в течение 17 лет. А потом он стал попечителем школьного совета. И после стал мэром. Я спросил у своего отца, почему мы христиане? Он ответил, мы христиане, потому что человек, который был владельцем твоего прадеда, был христианином. И потом ты должен принять решение внутри себя. Является ли это чем-то, что я хочу передать дальше моей семье? Я решил, что нет. После я начал углубляться в Коран и Хадис. Но потом ты говоришь себе, окей, что дальше? Ведь есть шииты и суниты. На чьей ты стороне должен быть? После всего этого ты в раздумьях. Окей, что остается? Только костяк. После того, как все отсеялось. Что осталось в сухом остатке? Иудаизм. Я сказал, отлично. Вот путь, по которому я должен идти. Я прошел процесс геюра, и первое, что предстояло понять, то, что Моисей и Тора — это истина. Язык, культура, обычаи — это невозможно подделать. Ты не можешь постичь этого сам. Необходимо работать над этим, изучить, быть в этом. Моя семья из Йемена. Они были мудрецами, шухейтами, воинами просвещения, психологическая защита, духовная и физическая самозащита. Всему этому я научился у них. И, несомненно, как приготовить чашку вкуснейшего кофе. Это мой район, моя шаарим. Это моя любовь. Тут все просто. Это прекрасное чувство общности. По натуре я человек природы. И тут мое племя. Я харидии. И они харидии. Даже посмотри, как мы получаем новости. Как учимся от человека, который какой-то рассказывает новости. И мне это нравится. Есть еще несколько мест, которые я хочу вам показать. Так что вперед. Обычный книжный магазин. Магазин именитов. Самая важная книга здесь — это «Хумаш». «Хумаш» — самая важная книга. А что это за вещь? Это? Да. Это мисс Баха. Они служат для сосредоточения. Уединение, так сказать. В принципе, это еврейская концепция. Когда я это услышал, не то, что это такое, а то, для кого это. Почему мы делим такие вещи? Он такой же. Он не смотрит ни на кого. Как ты такой. И все. Спасибо тебе. Что написано на твоей футболке? Молиться за ясность? Молиться за ясность. Если стоишь здесь и не обращаешь внимания на мелочи, ты увидишь немного. Это похоже на такой оживленный перекресток, как этот. Спустя время все стихнет. Это как... Это как сердце. Знаешь, приятно быть в месте, где, как говорят на идеше, «Емише» — «мой дом», где люди знают тебя, знают тебя по имени, могут накормить. Вот почему мне нравится быть здесь. Когда-то здесь жил великий йеменский мудрец. Вот еще одна йеменская синагога. К сожалению, не помню имя учителя оттуда. Вот магазин спицы прямо на углу. Это Давару Иршалаем, ешива, в которую я ходил. Я учился здесь всего два года, до и после моего гиура. Просто находясь здесь, именно тут я вырос духовно. Я пришел к тому, что мое уединение... Я не хочу, чтобы это прозвучало пугающе, но... Именно тут я почувствовал себя наполненным. Я понял, что вещи — это просто вещи. Это инструменты, любая вещь. Это инструмент святости. Если говорить об инструментах, то я возьму вас наверх. Место, где я проведу время, чтобы расслабиться. Я покажу вам мой любимый инструмент. Это дерево, с которого я сорвал немного веток. Это сосна, в ней есть природное масло. Срезал ветки, чтобы разжечь свой факел. А также костер, на котором я готовил. Так я проводил здесь все время. И этот инструмент, который я использовал, называется каф. Но это на самом деле инструмент, чтобы держать стадо на расстоянии. Прямо в цель. Мы сделали это. Моя мама не слишком одобряет мой выбор. Она не сторонница иудаизма в целом. Как и моя сестра. Честно говоря, я не знаю, как они это воспринимают. Да мне это и не важно. Их проблемы — это их проблемы. Они не должны влиять на мое сближение с Всевышним. Многие этого не понимают. Даже когда человек проходит ги-юр, есть что-то, что он должен своим родителям и семье. Это благодарность. Потому что если бы не их воспитание, то у меня не было бы чести жить в этой стране, быть частью этого мира, мира Торы. И этого не отнять. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!